Всем привет! Как у вас дела? Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Не знаю, вышла в эфир, потому что захотелось. Без особой какой-то вроде как темы, просто захотелось выйти в эфир. Если есть какие-то вопросы или желание о чем-то поговорить, говорите. Привет, Анечка! У меня здесь так спокойно вообще, солнышко, речка. Вот там вот речка. Паркачок. Люди с собаками играют. На самом деле есть всегда о чем поговорить. И каждый из нас очень много умалкивает из того всего, что хочется сказать. или спросить, или попросить, рассказать, поделиться. Но мы очень редко это делаем. Почему-то. А на самом-то деле это та часть, та часть жизни, проявления, которая тоже реальна. И я бы сказала, она более реальна, чем то, что мы видим вокруг. Мы не привыкли так думать. Так никто никогда не воспринимал. Нам никто никогда так об этом не говорил. Я очень рада, что сейчас это уже все поменялось. в этой ситуации. И сейчас уже мы говорим об этом. Ну правда же, очень интересно говорить о том, что на самом деле между строк. Не про обычные темы, не про погоду, здоровье, еду. Отдых, работу, еще что-то. Очень интересно замечать что-то между строк. Ощущения какие, когда мы что-то где-то замечаем. Внутри, хорошо, лично у меня такое. Опа, класс. Блин, точно. А почему на этом все заканчивается? А почему мы об этом не говорим? Почему так мало об этом говорится? Об этом как-то, о чем, да? В общем, да? То, что между строк. У каждого оно свое, это между строк. У каждого свои осознания. У каждого свои вот эти вот линии, из которых соткана наша жизнь. Но они все между строк. Их мы не видим, как правило. Но именно эти моменты нас захватывают очень сильно. Правда же? Не знаю, как у вас, но у меня так. не знаю, как правило. Мне написали, что у меня связь слабенькая. Привет, Юля. Тема я сейчас напишу. Или вы напишите, как это называется? Как это сделать? Подождите. Нет, я не знаю, как это сделать. Ладно. В общем, думала тему написать, которая пришла. Между строк. Как у нас обстоят дела с нашими между строками? Нашими разными между строками. Привет. Юночка, а я могу тебя попросить написать в комментариях между строк? Я прикреплю. Вроде как можно заранее это писать, но я не знала, как эфи будет называться. Поэтому получилось так. Я просто в последнее время очень мало с кем общалась, и в большинстве времени я была очень, благодарю, я была очень близка с собой. Так, прикреплю. Вот. Ну, потому что между мной и мной не было никого, да. То есть очень мало с кем я разговаривала, очень мало кого слушала. И, в общем, была в контакте очень с собой. И потом произошли новые знакомства. Произошли новые знакомства. Много разных, много событий. Практически каждый день какое-то движение, движение, движение. движение. И это длилось месяц почти. И это так круто замечать, когда, когда есть еще какие-то внутри программы, есть еще внутри устаревшие убеждения или какие-то просто понимания о том, как это должно быть. Привет, Цветуля. Что-либо, да, что-либо. Ну, я не знаю, как должны вести себя между собой друзья. Я не знаю, какое должно быть отношение мужчины к женщине. Ну, или вообще просто в паре. Какие там должны быть отношения между родителями, родители и дети. Привет, Ксим. Вот. И когда длительное время находишься сам с собой, тебе так комфортно, тебе так классно, ты себя узнаешь. Тебе вообще спокойно, ты никуда не спешишь. У тебя все на месте, у тебя всегда все есть. У тебя ощущение такое, что у тебя просто оно все, все прекрасно. И тут, опять же таки, по желанию, меня слышно, потому что тут ветер сильный, я не знаю, меня слышно очень нормально. И потом по твоему же желанию появляются, да, ты захачиваешь какое-то движение, но появляются, появляются новые люди, появляются какие-то, я не знаю, новые знакомые, новые или не новые, в общем, какое-то движение. И потом ты как будто выходишь из этого, там, вот этого комфортного своего состояния, спокойного, да, внутри себя, в контакте с собой, постоянном. и у тебя такое, типа, это че? Типа, это че? Типа, это уже вроде как я, это вроде не я. А на самом деле это все я еще. Ну, просто где-то как-то оно еще есть, мы его забыли уже или недопоняли, недоосознали. И когда вот такие моменты тебя переключают, ну, то есть ты сам себя, понятно, переключаются какие-то разговоры, там, о какой-то катастрофе, или какие-то новости, или какие-то, не знаю, попадаешь и ты смотришь какие-то, ой, какую-то рекламу, где-то включен телевизор, телевизор, когда ты здесь вот уже телевизор несколько лет практически вообще, то это очень режет ухо, очень режет глаза и вообще, и такое восприятие, то есть ты, то есть ты, да, слушаешь рекламу, и ты понимаешь, что тебя нагло тупо разводят, и ты осознаешь, что раньше ты этого не замечал. Ты начинаешь об этом говорить, и внешний мир, то есть, да, еще какая-то часть тебя такая типа, в смысле? Ну, реклама и реклама. Ну, а че плохого? Ну, вино хорошее. Ну, а почему бы и нет? Ну, вот тебе же говорят, что там вот то-то, то-то, ну, короче, да, рекомендуют. То есть, еще есть часть тебя, которые во все это еще, ну, я не знаю, верят или перенимают как свое. Вот. И это происходит там один раз, второй раз, третий раз, десятый раз. Ты, конечно же, каждый из этих разов, у тебя такой некий маленький шок, но при этом ты понимаешь, что это все-таки ты. И когда ты до конца все-таки, ну, как бы, ты еще ведешься, да, тебе еще неудобно из-за того, что ты думаешь, типа, как по-другому. или ты не считаешь беду в Беруте, взрыв в Беруте чем-то огромным и катастрофическим и как факт или ситуация, за которую нужно обязательно беспокоиться. Привет, Леночка. Нужно обязательно об этом говорить, нужно обязательно узнать, что там произошло, почему и как и вообще, и отдать туда всю свою силу и вообще все свое внимание сейчас, пока вот тебе еще это дискомфортно. потом приходит еще какой-то момент, и ты просто-просто отстреливаешь, просто ты понимаешь, что… Как это сказать? Внутри хорошо. И вот эти вот строки, которые кричат везде, это та же реклама, это новости, да, это люди, которые постоянно говорят о работе, о еде, о погоде, если жарко, привет вам. Если жарко, то очень жарко, если выпал дождь, то какая катастрофа, выпал дождь, если что-то произошло в какой-то другой стране, это тоже уже катастрофа, надо об этом обязательно поговорить. В общем, вот это все, это все более иллюзия, чем окей, чем то, что внутри, чем вот те между строк, о которых никто практически не говорит. Сегодня написала пост, два дня буквально об этом подумала, даже не подумала, а как бы словила, да, словила понимание того, что, в общем говоря, новое сознание и обращать внимание на себя, не пойму, у меня почему-то пухнет экран. Интересно, что это должно значить? Так, надо было посмотреть, что там происходит с батарейкой. вот, а на самом деле самое интересное происходит между строк, самое интересное это то, что мы замечаем там, где не написано. то, что мы замечаем, что на самом деле происходит, когда картинка вот такая или надпись написана вот такая, когда рекламу тебе впаривают, хорошо, не впаривают, тебе рассказывают, что, я не знаю, кушать фрукты в перемешку, да нет, даже не так, нет, впаривают как, рассказывают, что лучший завтрак это нутелла, например, привет, Люда, да, с там, с хлебом, с молоком. А на самом деле это не так. Ну, хотя, может, для кого-то, но я попробовала, мне не подходит. Да, вкусно, иногда, но только в те моменты, когда мне не хватает сладости внутри, это уже четко. Когда рассказывают, что, например, в ресторане там, я не знаю, лучшее блюдо, которое стоит до хрена денег, оно прям... Чао-чао. Едут парни, я не знаю, ли кто питаться. Маша. Привет, парни. Прикольно. Вот. Когда в ресторане супердорогое блюдо рекламируют и говорят, что просто это высшая кулинария, а ты его съедаешь, и потом тебе камень в желудке. где-то что-то произошло, и это нужно обязательно об этом говорить, обязательно нужно узнать, почему, как, это воспринимается, как будто ты нормальный, как будто ты переживаешь за людей, и это правильно, и это... как же, значит, ты человек. Вот. И когда реагируешь по-другому, такая реакция, типа, в смысле, вот там же такое произошло. Какая связь? Ну, есть у меня тут связь, все работает. Что-то я или что-то говорю очень интересное, или почему я хочу закрыть себе рот, а? Почему у меня, типа, связь плохая, а со связью у меня все прекрасно на самом деле. Интересно. Вот. Так я сегодня написала пост о том, что мне пришло вот пару дней назад. На самом деле об этом всем, о чем мы говорим, это очень интимные вещи, о чем я говорю, да, о чем многие проводники говорят. То есть о чувствах. Твои тени жуткие дыку тебе, знаете, ты постройнела или не кажется. Ну, я не знаю, может, тебе и кажется, Кларочка, но... Да, я же писала пост. Минус 6 килограмм и тренировочка. Это такой кайф вообще. Я прям кайфую, кайфую. Правда. Спасибо огромное. Да, я могу сказать, что лично для себя я построила. Это правда. Вот, так о чем я? Я о том, что говорить о чувствах, да, говорить о чувствах, это интимно. Нас никогда этому не учили. Нам всегда говорили, что, не знаю, что нам говорили, или их нет, или они не важны, или вообще что-то такое. И вообще, то есть тема какая-то такая... Даже она не запретная была, она просто была неизвестная. Спасибо, Кларочка. Я иногда болею, чтобы отучить себя. Переживай за кого-то. Свет, ну правильно. Если только таким образом ты можешь перевести свое внимание на себя, отлично. Я, кстати, тоже давно осознала, что лично у меня вот эта ситуация с ангиной, она одна из очень-очень, ну как бы не частых, скажем так, очень редких, больше скажу. Потому что я ловила себя на мысли не один раз, знаешь, ну по поводу того, что я знаю людей, которым нужно было заболеть серьезным очень каким-то заболеванием, для того, чтобы обратить внимание на себя. Так я, ну у меня все по-другому. Ну скажем так, у меня болезнь, именно тело, да, не на первом месте, да, чтобы достучаться до себя. У меня больше это отношения. Отношения с людьми, ну с близкими и не только с людьми, на самом деле, с животными. То есть это все для меня более ярко мне говорит или кричит о том, что надо обратить внимание. и я говорила о том, что говорить о чувствах это интимно. Да, это все на самом деле, ну не каждый может или хочет об этом говорить. Много очень причин может быть, но это очень интимно. если вспомнить меня, если я вот себя вспомню, да, с кем я могла по жизни говорить о чувствах, ну и взять тот момент, что для меня чувства это были вообще, ну как бы, самой большой проблемой в моей жизни, то я не говорила, ну то есть я к тому, что об этом не говорить вообще было невозможно, потому что ну оно есть и как бы, хоть иногда что-то с этим нужно делать. вот, то вспоминая себя, я понимаю, что я взрывалась не так уж часто, вообще не так уж часто, скажем так, я даже могу посчитать. Мне кажется, пальцев одной руки будет достаточно, когда я взрывалась. ну возможно там в детстве я еще просто их и не помню, потому что, ну может не осознавалась, да, это было нормально. вот, вот дальше, ну короче, короче, пять-шесть максимум, максимум, а то мне кажется шести и не было. вот, и после последнего, да, ну произошло это все изменение и на планете, и у меня в сознании, и все, и дальше как бы об этом, ну, такое отношение, и говорить об этом, отношение к тому, чтобы об этом говорить другое. но при этом, только пару дней назад, ко мне пришли вот эти вот слова, об этом всем говорить, это очень интимно. И я понимаю, почему люди не спешат об этом говорить, я понимаю, почему люди тогда, ну как бы, мое отражение, мои продолжения, это я, это такой четкий слепок моих частиц, потому что это интимно, потому что это то, о чем внутри, это то, что только для меня, это то, что не хочется просто выплескивать, выбрасывать, это то, что хочется ценить, любить, да, осознавать, поэтому уже не удивляюсь, почему люди об этом не спешат кричать, говорить. Но при этом, на данный момент, у меня лично поменялось некоторое отношение к этому, почему, потому что ни о чем больше не хочется говорить, ничего больше не имеет такого смысла и ценности, как это. потому что я понимаю, что, телефончик, потому что я понимаю, что конкретно этим, конкретно это я и есть, конкретно этим я и создаю себя, чувства, я это мои чувства, признаю, принимаю, обожаю, чем дальше, тем больше. И просто хочется сказать, что когда вот уходит этот момент переживательный, когда об этом говоришь, когда он уходит, когда ты можешь об этом говорить и тебе… да, ты чувствуешь эти все чувства, каждое отдельно, и каждое отдельно можно о нем говорить, да, но на самом деле внутри тебе спокойно, то есть тебе спокойно. об этом говорить становится легко. И скажем так, это даже не то, что легко, а о чем-то другом говорить, ну оно как-то так скучно становится, ну блин, ну правда. тут, конечно, момент есть. Если брать в общем, да, то, ну как бы внешний мир, как бы я не исцеляла, не осознавала и тому подобное, мой внешний мир – это отдельные планеты, отдельные, скажем так, души, да, у которых есть своя воля, у которых есть свои выборы, свои желания, чувства и тому подобное, да, и где-то как-то мы где-то пересекаемся. Ну так интересно наблюдать за этим, честно скажу. Сейчас просто это настолько остро видно, когда где-то что-то, кстати, не состыкуется. И если раньше, то я бы об этом очень сильно переживала. Ну, потому что, например, там, да, я не знаю, классные люди, хочется общаться и там такое, хочется поддерживать отношения какие-то там, связи налаживать и тому подобное. сейчас это настолько просто, что это тоже скучно. Ну, как скучно, не скучно, а ты понимаешь, что… ты всегда понимаешь, что всё хорошо, тебе всегда внутри спокойно. На самом деле это твои и классно. И реально хочется говорить только то, что между строк. О том, что ещё пока далеко не всем видно, ещё пока оно остаётся между строк для большинства. Ну, опять же таки, если вспоминать, что остальные – это всё я, ну, благодаря только таким ситуациям, мы просто… я приближаюсь, да, больше к себе. Опять же таки возвращаюсь. Где-то что-то увидела, да, она мне замаячила, и я вернулась обратно. Ну, скажем так, я задала себе вопрос, а где ещё я? А где так ещё это происходит у меня? Где я ещё не внутри себя? А где я ещё там в завтра или в вчера или в потом, да? Вот это вот такое состояние. Потому что когда ты находишься реально в ядре внутри себя, вообще тебе ничего не волнует. Всё делается легко, просто, делается что угодно, как угодно. И это всегда с любовью. И это всегда с таким трепетом внутри, при этом спокойствием. Есть у вас такое… Давайте я… ну, давайте немножко это… диалога, потому что, мне кажется, я разговариваю сама с собой, хотя я и так разговариваю сама с собой. Давайте поговорим. Ощущали вы когда-либо вот такое состояние внутри, когда вам всё спокойно, когда вообще вот это вот чувство или страха, или там какие-то переживания, обиды, я не знаю, сомнения, они просто исчезли, хотя бы на один миг. Вот было у вас такое? Поделитесь, расскажите мне. Собака бежит. В Италии собаки очень культурные и не подходят чужим людям. Сейчас видите. Вот. И знаете, бывают ситуации такие сейчас, когда… Особенно это, когда знакомство с новыми людьми, какое-то время общения, а потом, ну, заходят разные разговоры, да? Ну, опять-таки, то, что я говорила. Где-то что-то услышали какие-то новости, или плохие, конечно же, потому что новости хороших очень мало передают по новостям. Или там кто-то что-то рассказал про какую-то, ну, не знаю, про какого-то человека, или какая-то непонимание, ну, какая-то ситуация непонятная на работе, или что-то такое. Вот. И вот это вот люди поддерживают, начинают продолжать этот разговор. Ну, хотя, с другой стороны, так это всегда происходило. Так же это всегда происходило. Мы не можем… Ну, это так сейчас у меня, в моей реальности. Я не могу просто взять и всех тупо поменять. Правильно? Почему? Потому что они зеркала мои. И я им очень благодарна. Путь познания себя – это просто, правда, нескончаемый путь. Но есть все-таки критическая точка, когда тебе становится просто зашибись. Я не знаю, как это объяснить. Ну, пыталась в эфире про «здесь и сейчас», даже не пыталась, а говорила, я буду об этом говорить и сейчас тоже. В общем, это состояние ядра, состояние внутри себя. Ой, так, сейчас. Я это называю ровный пофиг. Жаль, редко посещает. Ровный пофиг. Да, из того разряда. Привет, Леночка. Ну, ровный пофиг – это даже… Ну, это так, легко сказано. Скажем так, там на самом деле внутри очень… Какая-то опора очень серьезная. Когда тебе реально ровно пофиг. Когда хоть что произойдет, тебе ровно пофиг. Но, Свет, очень классный момент в том, что ты это прочувствовала, что этот момент был у тебя. Почему? Потому что на данный момент у тебя есть возможность и, скажем так, координаты куда возвращаться. Если тебе это чувство понравилось, ты знаешь, как оно звучит. Ты знаешь, как оно чувствуется внутри. И, опять-таки, если есть желание, да, ты всегда можешь туда вернуться. Да, не всегда это будет происходить или не всегда это происходит легко, быстро. Но ты уже знаешь, куда тебе и как тебе. И так каждый человек, и я точно так же. Если вспомнить меня полтора года назад, то, я не знаю, я очень редко это чувство чувствовала. В большинстве случаев это был страх завтрашнего дня, сомнения, непонимания. Что дальше, как дальше, что, куда, почему так, почему так происходит, что происходит, что я буду делать дальше. Что я чувствую и там все возможные низкие вибрации. И только вот этой практикой, да, обращать внимание на себя, на то, что ты чувствуешь. И осознавать, что чувства все равноценны. Каждое чувство, оно имеет ровную ценность. Ровную ценность. Каждое, все, любые, любой вибрации чувства имеет ровную ценность. Почему? Потому что они есть и точка. Если есть, значит есть причина быть этому чувству. Если есть причина, на этом точка, значит это ценно. Да, есть координаты. Сейчас муж уехал на охоту с собачкой. Доча гуляет. Вот лежу спокойная, кайф. Да? Да? Круто. Сейчас думаю, что наверняка было. Просто неосознанно осталось без внимания. Клар, ну ты просто красотка. То есть, понимаешь, да? Твой мозг не зафиксирован. Хотя, как оно было, непонятно. Как минимум, в том, что ты написала, я увидела желание. Даже если ты сомневаешься. Мы прошиты, понимаете, на уровне клеток мы прошиты на на этот кайф, на это благоговение, на это ощущение ядра, да? На ощущение в себе, на ощущение блаженства. Мы прошиты, и мы никуда от этого не денемся. Ну, в плане, кто, конечно, в каком воплощении, но тут без вариантов. Поэтому мы от этого никуда не денемся. Короче, все, что между строк выходит наружу. Все, что было когда-то между строк, все, что считалось когда-то между строк, оно уже вышло наружу. На данный момент мы это или признаем, что то, что считается сейчас плотным и о чем считается там обычным, правильным, говорить и что чувствовать, и что делать, и тому подобное. Что это уже, ну, как бы не является чем-то основным, а более похоже на иллюзию. А то, что между строк, это то, как происходит наша жизнь. И да, те, кто об этом говорят, на данный момент еще являются такими типа белыми воронами. «Привет, я не могу прочитать имя и ребеночка». «Там-тар-тар-тар-там-тар-там». Между строк становится… стало. Да не стало, хорошо, становится, окей, докрутится еще мое осознание. Кстати, знаете, что я заметила? Когда приходит осознание, мне раньше казалось, что я такая, опа, класс вообще, получила осознание, э-э-э, хочется об этом кричать, ну хорошо, не всегда, но хотелось об этом часто там кричать, сразу говорить, с кем-то поделиться, куда-то это выпустить, и это было хорошо. Вот. Но на данный момент я вижу, что любые осознания, которые я получаю, это только начало, это верх айсберга. Вот пришли, да, строки, пришли слова, сложенные в определенной последовательности. Очень часто я замечаю, что это непривычные последовательности, да. С этой новой последовательностью слов приходят новые осознания, новые смыслы. и это только верх айсберга. Это верх айсберга, который, если мы остаемся в вопросе, мы начинаем, я, я начинаю погружаться, причем незаметно, я погружаюсь внутрь, и я просто каждый раз поражаюсь, сколько там всего. Это глыба вообще нового понимания какой-то темы, или другим образом можно, знаете, описать как будто это цветок, вот бутончик и цветок распускается. Это такая красота. И вот все эти между строк, они выходят наружу, они выходят наружу, наружу. Это все становится таким плотным, таким красивым. И очень, знаете, мне нравятся моменты, когда приходит мысль, блин, ну я же где-то, ну я же это уже как-то чувствовала. Ну я же где-то это уже встречала, ну точно, ну было. Это так классно наблюдать. Просто раньше мы не привыкли, вот как Клара сказала, обращать на это внимание, оставлять там свое внимание, да, то есть внемлить до конца, что оно там на самом деле. Вот. И это так круто, когда это происходит сейчас. Ну то есть это, поймите, это раскрываются другие грани, новые грани того же мира, того же мироздания, в котором мы жили все эти тысячелетия. Я не знаю, сколько мы здесь живем, не буду вдаваться в цифры, сколько наша душа существует, кто говорят тысячами, кто миллионы говорят, в общем, не знаю. но по ощущениям это как будто, знаете, открываешь космос какой-то, вселенную, так опа, как книжку. Ферак открыл и думаешь, какой крутяк вообще. Это же всегда здесь было. Почему я этого не видела? Это же вот же оно же, понимаете, на видном месте. Это знаете, как говорят, да, хочешь спрятать, поставь на самое видное место. А самое видное место – это наше, наше все то, что вокруг, которое вызывает в нас ощущения, которое направляет наши мысли, вызывает чувства. Короче, это все одно и то же. Это такая игра классная, такая вся, все взаимодействует, все в одном, все очень разное, крутое и все в одном. Так, меня начинают кусать, причем два сразу. Офигель. Буду заканчивать эфир, хочу идти домой. Хуже, резко захотелось. Ну, как мне захотелось выйти в эфир, резко. В общем, наблюдайте, на данный момент это уже все произошло, просто у каждого это свое, и на данный момент каждое свое между строк просто выхватываете из плотного, привычного вам мира. У каждого, еще раз повторюсь, он свой. Между строк. Вот заметили что-то между строк? И обращайте туда внимание. Ну, тот же процесс, да, обращать внимание и внимать. Это один процесс, два конца одной палки. Обращаем внимание и внимаем извне, то есть из себя все равно. и пусть этот айсберг раскроется, пусть этот цветок раскроется для вас. Это чувство. Кларочка, и я тебя благодарю. Кстати, очень хочу провести эфир по поводу благодарности. Есть очень яркие осознания по этому поводу. И это настолько меня лично до сих пор поражает, это осознание, что оно до сих пор мне раскрывается. Я не буду обещать, я давно хочу выйти с этим эфиром, но никак не выхожу. Есть, наверное, такие причины. Скорее всего, просто-напросто эта тема еще не до конца мне открылась. Вот. Но это очень круто. Вообще, благодарность – это очень крутая штука. Ну, в общем, я думаю, вы слышали об этом. Я ее увидела по-другому. С одной стороны, это совсем противоречащее вообще понимание того, как понимается сейчас слово и все остальное под названием благодарность. Но, с другой стороны, это оно и есть. Ладно, не буду много сейчас об этом, потому что пока не раскрыто. Вот. Всем хорошего дня, вечера, у кого какое время суток. Между строк. Вообще, самое интересное – между строк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...